здорово красиво как ты считаешь как и как опытный раввин как и человек который давно изучает тору а не змеи рой с большими и красивой мелодии сейчас он ашер только что сыграл ну вы знаете мне кажется мы сейчас разговариваем с разве вам урманом он преподавать у нас решили преподает ребятам начинающий приезжаете делать первые шаги царь соломон через аллегорию с охотой показал нам как приближают к себе соблазны и что скрываются за их красивыми лозунгами и дальше он покажет нам через аллегории как приближает к себе тора для этого он использует аллегорию с разными видами голосов и с разными местами в городе давайте разберем хохмот бахут сторона бараховод титэн кула бирошумиот тикра бипетхей шарим баир амаре атомыр переведем хохмот бахут тарона мудрость снаружи напевает бараховод титэн кула на улицах голосит бирошумиот на площадях где есть масса людей тикра она зовет бипетхей шарим баир на входе в ворота города амаре атомыр высказывания свои говорит и давайте поймем о чем здесь говорится царь соломон предлагает такой аллегорический сюжет человек сидит дома и слышит на во дворе какую-то приятную мелодию он выходит послушать и пока он слушает то слышит что за калиткой на улице какие-то разговоры кто-то кто-то разговаривает ему интереснее конечно послушать разговоры чем просто мелодию он выходит за калитку и пока слушает разговоры то его слышит как на площади собралось много людей и его тоже зовут на площадь и конечно ему интересней пойти туда где много людей его тоже туда зовут говорят для него чем просто слушать какие-то разговоры он идет на площадь и замечает там что нет мудрецов старейшин за таков тары он спрашивает у людей а где мудрецы ему говорят они сидят на входе в город у ворот и рассказывают друг другу разные высказывания тогда он решает что ему там интереснее и идет к воротам города послушать мудрецов вот такой сюжет тут описаны четыре уровня изучения торы пшат драж ремис и сот и начнем с первого уровня пшата это простое понимание торы которая описана здесь как мелодия за которой хочется пойти ради которой хочется выйти из дому и давайте попытаемся понять как достичь такого состояния души когда человеку хочется открывать книги и изучать тору летом пойдем нашу и шибу и поговорим с нашими учениками и с нашими преподавателями спросим у них совета заходим в квартиру нашей шивы и сейчас поговорим с ребятами ашер да заходи давай пообщаемся у нас есть важные темы важные вопросы изучаем сейчас книгу в мишле притчи сага соломона я дошли до темы изучения торы говорит про четыре уровня пшат драж ремис сот и говорит что первое понимание пшат это как будто человек сидит дома такой аллегории человек сидит дома и слышит приятную мелодию ему хочется выйти послушать здорово красиво как ты считаешь как опытный раввин как человек который давно изучает тору как может достичь вот такого уровня души чтобы пшат был как мелодия замечательно мне кажется очень красивая машаль притчи до нас мишле это мишле слова машали аллегория аллегория на то что пшат это некая мелодия до мелодия эта вещь которая она тянет она тянет человека его сердце тянет его сердце до раскрывать в сердце какой-либо вещи то есть зачастую что мы читаем слова да и читаем кульбы книгу например мы понимаем слова как бы нам кажется что мы их понимаем но в то же время они не входят в наше сердце нас это не увлекает что человек это по-настоящему увлекала и него должно это быть как его то некая мелодия это впервые услышал сейчас дать это комментарий был как там по сука то есть теперь вопрос кого-то скажи о себе как ты сама вот начну учить то что тебя что тебя увлекала в туре отлично как раз таки меня увлекла музыка и язык то есть если лично моя история как я ну я большего я человек который не родился в религиозной семье соответственно мой путь к еврея к богу она была как у каждого еврея так некая звезда на небе у него каждая она уникальная сияет на него каждый свой путь домой путь лично был через музыку и через скажем так поэзию или грамматику и в том числе языка еврита это такой немножко наш восточный стиль да то что мы через поэзию через музыку это у сварадим очень раскрывается поэтому мой путь он был как раз таки через во многом связано родился я в петербурге вот как я уже сказал в моей семье был был дух еврейства но не было соблюдения тоже заповедь в принципе да то есть мой дедушка говорил найдешь бабушка она все время как к еврейка которая она пережила блокаду хотела накормить такая резкая душа хэсэд да была очень распроявлялась вот и когда я почувствовал что мне некий недостаток есть чего-то не хватает как это обычно бывает да что в принципе человек он должен на молот хэсэра но он должен восполнить свой некий недостаток он ищет что-то все время в жизни да я понял что мне не хватает даже обычной музыки то есть я уже был музыкант уже выступал мне хватает обычной музыки не хватает искусства даже не хватает какой-то вот творчество для того чтобы чувствовать некую полноту и только тура она та самая мелодия да даже и обшатка вы которой она по-настоящему тебя увлекает что ты мне погружаешься в ваша забываешь обо всем это возможно только в торе от постой понимание с мелодии которая притягивает до вопросу тебе тоже показать там несколько мелодий даже так который притягивается замечательно есть еще одна категория еврейской музыки называемая нигун нигун это буквально мелодия мне однажды спросили что у вас у евреев все ай-яй-яй на самом деле у нас не все ай-яй-яй ай-яй-яй и так далее да а я это хасидский нигун когда бывает что человеку не хватает слов что-то выразить начинается крик души либо плач души либо веселье души которая не выражается они как конкретными словами каком-то планета даже выше слов да поэтому хозяйский хасидский нигун она часто вообще без слов есть него есть нигуны которые содержат определенные стихи и история есть который вообще без слов сейчас на игра не гун рыбе самых цедака ими нашим именно шим это десница всевышнего там есть немножко слова и ай-яй-яй тоже там присутствует и и Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Мы сейчас разговариваем с Розеевым Урманом, он опытный преподаватель у нас в Ишиве, преподает ребятам начинающим, которые приезжают и делают первые шаги. Играет музыка от любит ребят к свадьбе и мы спросим его этот вопрос самый один самых сложных моментов в жизни человека который начинает приближаться как сделать первые шаги правильно как вот полюбить изучение торы с чего начать что он выдает соку с вами есть уже лет восемь месте на смотрите я бы перефразировал вопрос так как вообще на самом деле человек приближается к торе у меня здесь есть как бы свое понимание не претендуя на на абсолютность но я заметил что для того чтобы человек приблизился вообще который нужно нужно какие-то может быть какие-то заслуги отцов какой-то какой-то знак с небес какой-то помощь божественной помощи с которой невозможно обойтись каждому человеку предоставляется такой шанс жизни раз или два всевышний каким-то образом открывает ему какие-то какие-то горизонты как-то показывает ему себя и важно этот шаг не упустить и сделать шаг навстречу торе и потому что в нашем поколении понимаю что поколение столько как бы запутан настолько далеко как бы от от истины торы что без божественной помощи невозможно сделать первого шага и насколько я заметил каждому человеку предоставляется как я сказал же принципе такой шаг это то и такой повод если да мне спросить меня как я приблизился у меня нет четкого ответа я могу указать на какие-то моменты которые мне помогли приблизиться но нету того рационального момента на кого я могу указать что именно он принципе продвину меня к этому к соблюдению я вам расскажу допустим две истории которые из многочисленного к их истории которые я слышал и которые лично как бы слышал от знакомых у нас в кое-либо учиться такой человек его зовут яков он израильтянин и лет 30 назад когда ему было 17 лет он был большим фанатами рок-музыки то есть совершенно безумным фанатам настолько что его ему не хватало просто купить покупать новый альбом и слушать их он решил что я должен уехать из израиля поехать соединенные штаты и все или эти вами в англии и все эти рок-группы живем увидеть действительно он 17 лет ушел уехал в америку работал там с мексиканцами работал с с американцами был человеком совершенно светскими вот он действительно свою мечту реализовал побывал на всех концертах всех рок-групп и каким-то на каком-то этапе всевышний привел его вешиву рава бахара в нью-йорке и шива для болеть шува для людей которые приближается к торе и вот она сказала мне ягод сижу шаббатные песни опять здесь многое говорили о мелодиях я услышал шаббатные песни негать все что у меня было упало как карточный домик то есть всевышний вы просто купил на то есть очаровал вот сегодня песнями и здесь его его зацепила не то что он перестал там слушать рок-музыку до но вот этот момент то что почувствовал огромную разницу между святостью и будничной будничными музыкой его очень заделась зацепила и он начал свой путь то есть его по приход было совершенно иррациональный он не сказал что и у меня там спрашивать это вопросы какие-то получал какие-то ответы всевышнего зацепил очаровал теперь он начал свой путь конечно его пути рождали всякие вопросы там классические вопросы до болеть шува сколько лет миру что было с динозаврами там но и первый импульс он получил импульс иррациональный чувственный да то есть всевышнего зацепил просто купил какой-то и какой-то чувствительным моментам и человек вошел внутрь теперь человек вошел внузле он должен принципе там удержаться да то есть первое время человек получает огромное сеет и дешмая божественную помощь для первые шаги все у него идет гладко на каком-то моменте всевышнего и оставляет как родитель ребенка говорить до сих пор я тебя вел а А теперь попробуй сам сделать первые шаги. Человек делает первые шаги, падает, поднимается, снова падает, поднимается. И здесь действительно нужно проанализировать, что с ним произошло, и как мне идти дальше. И важно, чтобы действительно, и тут должна быть божественная помощь. Нужно, чтобы не попались нужные люди, нужные учителя, нужное место. То есть весь путь еврея в сегодняшнем мире запутанном – это божественная помощь. Конечно же, нужны серьезные шаги, какие-то ответственные решения, какие-то испытания, которые должен был человек выдержать. Но идея такая – Всевышний на первых порах человеку помогает. Есть еще один очень красивый негун, возможно, один из самых красивых негунов в течении хасидизма Хаббат – Анимзмирот. Там целая история воссоздания. Одна из историй – это мелодия, которую услышал хасид из Ганедана. Там такой рассказ. Мы знаем, что раньше, то, что сейчас называется «долговая яма», раньше это была буквально тюрьма. И одного еврея помещик кинул в некую эту яму, тюрьму. И был другой еврей, который спасал таких вот самых пленных, выкупая их. Но когда этот второй богатый еврей выкупил, оказалось, что тот еврей, которого он выкупил, он настолько был уже истерзан истязанием своего помещика, что просто не выжил, к сожалению. Получается, что как будто бы он выкупил его зря. Но когда он спал, ночью ему пришел выкупленный еврей и сказал, «Не переживай, это было не зря. Награда твоя велика на небесах. Проси, чего желаешь». Он не пожелал денег, не пожелал почета, пожелал услышать мелодию ангелов, которые поют в Ганедане. И вот когда наступил Йон-Кипур, это день искупления всего Израиля, в конце уже Йон-Кипура он услышал эту мелодию и впал в некое состояние двекут, это единство со Всевышним. Двекут – это прилепление, ну, некое состояние транса, да, такое. И продлил свой пост еще на следующей всю ночь, там, пел эту песню. Когда пришли на следующее утро молиться, увидели, что он ходит вокруг бима, бима – это такой стенд молитвенный, и поет эту мелодию. Называется «Анимзмирот». Ганин змирой свеширим 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 На вши хомедо бацель йодехо, Вода асколь розсой дехо. Вот такая мелодия. Мы сейчас изучаем книгу царя Соломона, притчи, и дошли до темы изучения Торы. Он сравнивает аллегорию изучения Пшата, как человек, который сидит дома и услышал какую-то красивую мелодию, и тянется от этой мелодии, выходит из дома, чтобы ее послушать по двору. Скажи, пожалуйста, какая мелодия красивая была для тебя поводом начать изучать Тору? Вы спрашиваете, аллегорично я так поздравляю, да? Потому что красивую мелодию сейчас сам Ашер только что сыграл. Ну, вы знаете, мне кажется, что, во-первых, я ничего нового не скажу, скорее всего, да? Я скажу лишь, что человеку надо сделать две вещи, чтобы начать изучать Тору. Это надо родиться и проснуться. Ну, то есть проснуться, чтобы понять, для чего он родился. Потому что в большинстве своем мы живем на автомате, занимаемся какими-то делами. Зачем, для чего, непонятно. Большинство людей наполняет пустота, они себя что-то там обычно не отдают. У меня был вопрос, что я здесь делаю. Начал искать. И постепенно Всевышний меня привел в Москву, откуда я уже начал приближаться к своим источникам, к корням, к Всевышнему. Начал делать и изучать Тору. Чем ты занимался в Москве, когда ты начал изучать Тору? В Москву меня перевели по работе. Я до этого жил в Новосибирске. Был принят в иностранную компанию научным сотрудником. И меня перевели в Москву в научно-исследовательский центр компании «Шлюнбирже». И там я начал, как бы просыпаться, я начал уже до этого. И там постепенно, помаленьку, я начал ходить в общины. Ни в одну, в разных. У тебя тоже был очень занят и работой, и карьером? Опять же, была тяга к пониманию вообще, где я нахожусь. И вообще начиналось с Ближнего Востока. Йога, буддизм. Там тоже много есть разных умных вещей. Но так как с еврейским меня почти ничего не связывало, кроме происхождения, потому что семья у меня полностью ассимилированная, так и к еврейскому я пришел только после этого пути. То есть через нееврейское. После того, как начал что-то делать, начал приходить, начал интересоваться, учиться, скачивать лекции в интернете. И постепенно делать. Главное делать еще. Не просто так слушать, как некое знание, которое где-то там непрактическое. А надо то, что выучил, попытаться как-то реализовать. Не обязательно сразу все и в полной мере, но хотя бы частично что-то попробовать, попытаться с этим пожить. Понять, насколько это во мне. Как это? Для тебя знание это прежде всего практика, да? То есть ты изучаешь, хотя бы начинал изучать для того, чтобы понять как-то образ жизни. О, это начало, да. Начало оно пришло как раз, оно начиная с практики. Практика изучения, практика изучения. Постепенно, когда я почувствовал вкус Торы, я начал учиться больше, больше, больше. Да, и сейчас учусь. Тора вообще, изучение Тора, это же, как я понимаю, это не самоцель. Это средство, средство достижения более высокой цели. Как говорит Рамхаль, это не только Рамхаль, а многие наши мудрецы, это приближение к Всевышнему и получение того истинного удовольствия, для которого мы созданы. Да, мы за этими удовольствиями гоняемся, но не за этими, мы гоняемся за удовольствиями. В любом случае, человек любой. Да, но из-за того, что душа она ищет, то истинное удовольствие не находит, она бегает за удовольствиями поддельными. У кого что? Еда, слава, почет, удовольствие, телесные и так далее. А что тебя потянуло, что тебя привлекло в самой Торе, когда ты начал ходить на первые уроки, услышал какие-то первые лекции? Что именно тебе в Торе понравилось? Логика или какие-то краски интересные? Вы знаете, интересно, что понравилось то, что я до этого учил в других местах, оно гармонично укладывалось в одном месте. То есть знания, какие-то отрывки знаний, какие-то идеи. В буддизме, когда Кастанеда читал, есть один зелан, в общем словом это называется эзотерика. Это все, не это все. То есть какие-то идеи, я вижу, что они здесь, история, они гармонично находятся в одном месте. Причем образуя, тогда я все не знал, но, как мне казалось, и сейчас это вижу, непротиворечивое знание. У нас есть некоторые мелодии, которые по-настоящему каждый еврей должен знать, потому что они поются во всех уголках рассеяния Галута. И тем более в Исраиль, где мы все вместе, чтобы с Божьей помощью мы все были здесь в ближайшее время. У нас есть шаббат, Всевышний нам дал шаббат. И там хозяин дома, мужчина делает кедуш, это освящение субботы. И он обычно с гостями поет песню под названием «Шалом Алэхом» народная мелодия, слова из молитвы. Сейчас я вам сыграю. Это просто вступление. Исраиль. 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Вот так Одна из красивейших наших мелодий И еще много красивых мелодий Но она именно со словами Поэтому я желаю каждому Освещать субботу вместе с этой песней Чтобы это был радостный Семейный праздник субботы Который Всевышний нам дал Приходит там молодой парень Который мало что знает И часто приходят ребята Которые Даже как бы с испорченными представлениями Еврейства он попал в какую-то там Еврейскую школу Его засунули там лет в 12 Которые он получил там в принципе Прививку от еврейства То есть неправильное восприятие Человек приходит Каким-то образом подает наше решиво И важно на самом деле почувствовать Что у меня есть У меня есть как бы искренний интерес к людям То есть обратная сторона любопытства Есть нехорошая черта Называется любопытство излишнее Но если в принципе И ее обернуть в нужную сторону У меня люди просто интересны Люди как бы Я Меня люди занимают Я люблю Приходит новый парень Мне интересно узнать кто он Откуда он пришел Мне кажется это ключ к пониманию Когда ты говоришь с человеком О нем самом О его темах О его пути О его интересах Проявляешь к нему искренний интерес Помогаешь ему Тогда человек раскрывается По отношению к себе Невозможно ему сразу сказать Делай так Делай так То есть нужно заинтересоваться Человеком искренне Нужно ему помочь С ней походить Может быть погулять Не знаю С кем-то может попить пиво С кем-то наиграть Поиграть на гитаре С кем-то поговорить о мотоциклах Как у нас был хороший парень сейчас в гостях Каждому нужно найти ключик К его внутреннему миру И если будет божественная помощь То Мы можем его Только направить Немножечко Но действительно Как было сказано Ребятами До этого Нужно решение Человека самого Осознания Собственного пути Мы лишь Помогаем Направляем их В нужную сторону Помогаем им Прикоснуться к Торе Опять же Для каждого человека Нужно найти Именно его Интерес в Торе То есть То, что подходит ему Та тема Которая ему Близка Тема Которая ему Интересна И потихонечку Небольшими нормами Заинтересовать его Напоследок И интересно Узнать Ваше мнение Как Если у вас есть Интересные заметки Интересное мнение Как вы считаете Как правильно Делать первые шаги Как правильно Изучать Тору Как приближаться К Богу Пожалуйста Пишите В комментариях